Я работаю в компании JVMachines. Тут все знают ее как заказ.ua. Собираюсь рассказать про data-driven design. Как строить аппликейшены не вокруг, чтобы данные проходили не вокруг кода, а чтобы код был вокруг данных. В общем, давайте определим проблему, какая есть, чтобы ее решать. Проблема в моем случае – это обработка данных, множество данных из множества источников с разной степенью наполненностью. Из этого набора источников нужно получить вполне небольшой какой-то сет данных, чтобы считать их валидными. Вот как делать не надо. Как какая-то рандомная картинка в гугле, как типа надо делать дизайн. В данном случае модуль data-convert будет просто ужас. На самом деле это не всегда лучший подход, но, конечно, это зависит от задачи. Но у нас вообще в мире есть очень много примеров такого подхода к data-driven. И самый такой простой пример – это джанго middleware. Приплел джангу, конечно, сбоку, но вот это самый простой пример, когда получил, поменял, отправил дальше или не поменял. Вектор квест. Давайте теперь в детали. Давайте определим, что это такое вообще. Вот это из википедии такая цитата о том, что когда data-driven – это когда код строится вокруг данных, а не наоборот. Но обычно из того, что я узнал, из того, что мы используем, в чистом виде его никто не применяет, потому что объектно-ориентированное программирование не очень сочетается хорошо с data-driven дизайном. И поэтому, чтобы уточнить эту тему, я начну, определю простую задачу, которую надо решить. И мне кажется, что data-driven эта задача будет решена максимально интересно. Например, я хочу получить данные о погоде и отобразить только солнечные дни. Скажем, в Киеве или… Да, скажем, в Киеве. Определим pipeline. Нам нужно взять откуда-то данные о погоде, нужно их обработать, получить, распарсить. В зависимости от сервиса, в котором мы будем брать данные, это может быть разный формат, XML, JSON, HTML чистый, который надо парсить. Вот как будет выглядеть приблизительно наш pipeline. То есть мы данные берем, данные парсим, валидируем, отображаем в деталях. Мы берем, скачиваем данные словно с визерком, погода Яндекс.ua, Yahoo.epis. Потом парсим их точно так же. Потом мы валидируем, то есть отбрасываем то, что нам не нужно. А в данном случае нам не нужны никакие дни, кроме солнечных. И потом показываем. Пройдя наши данные, пройдя вот по этому pipeline, мы в итоге получим только список дней, в которых будет солнышко. Когда это может быть эффективно? Классический пример, самый такой не кодовый пример, это If This Didn't That. Все знают этот сервис? Нет? Это сервис, когда вы указываете какой-то источник данных, например, Facebook, Twitter, не знаю, там какой-то XMPP, сервис, что угодно, что они поддерживают, у них огромный список сервисов. Какой-то новостной сайт. Вы указываете источник, вы указываете потом правила, что сделать, когда вы получите эти данные. Например, получили твит от какого-то чувака. Написать на Facebook этому чуваку, что классный твит автоматом. Мне надо будет там думать, следить. Можете каждый как-то реагировать. Вот этот сервис, я думаю, что дизайн вот этот именно подходит, к этому сервису просто вот perfect. изначально чего я определял проблему, это когда у вас много разных источников данных и нужно из каждого что-то взять и правильно положить. Эта задача является самой как бы наиболее подходящей для data-driven дизайна. Также можно с другой стороны подойти, это чтобы генерировать из одного какого-то источника данных очень разные отчеты. То есть тоже можно сделать pipeline, которым по каким-то правилам данные постепенно превращаются из исходных каких-то там, скажем, логов. Что-то, что конкретно вам нужно. Основная идея очень похожа на Unix pipes. Когда что-то отфильтровываем, 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 получаем в итоге какие-то правильные данные. В сумме вот этот pipeline, он отображает как бы всю сущность этого подхода. Также этот подход хорошо масштабирует. Начать данные, отпарсить, отвалидировать, их можно легко разнести по разным каким-то машинам, серверам. Также можно и горизонтально, и вертикально хорошо масштабировать. И там третий пункт validate никогда не будет интересовать первый пункт. Здесь есть пример, не законченный, я его закончу до конца дня. Но уже можно посмотреть, как оно работает. Так как там в примере сделано до validate. То есть можно посмотреть список дней, которые были скачены, отпаршены. Осталось их отвалидировать и будет нам счастье. Вот. Это все. Небольшой доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ